Сейчас здесь развивается флаг Азербайджана, стоят войска этой страны и появилась новая граница. Мы в селе Шурнух. Раньше здесь проживало 80 человек. После подписания мирного соглашения в ноябре, когда завершилась кровавая война в Нагорном Карабахе, здесь проходит граница между Арменией и Азербайджаном. У местной армянской владелицы магазина появились новые клиенты. «Приходят российские миротворцы. Азербайджанцы ничего не покупали, пока не приходили сюда. Продадите что-нибудь, если придут? Почему нет? Какая разница, армяне придут, азербайджанцы или грузины?» Эти слова рассердили ее. «Если придут азербайджанцы, убьют здесь же. И тебя в придачу». Граница была установлена с помощью локаторов местоположения, и она разделила на двое хлев, принадлежащий этой паре. В семье гостили азербайджанцы. «Они пришли со сладостями и пирожными. Мы встретили их с сладким чаем, а затем они ушли». «Спросили, можно ли войти. Я не ожидала такого, посмотрела на мужа, а затем запустила их. Они сказали, что пришли с миром». «Нам нужна сильная армия и хорошие лидеры. Вот тогда все будет хорошо. Но если мы будем как курицы и овцы, нас всех легко перебьют». 12 домов оказались на азербайджанской стороне. Их владельцы, армяне, покинули свое жилье. Татев Джавахирян живет в этой хижине. В ней нет ни кухни, ни ванной. Сейчас ждет квартиру. «Мы не могли и представить, что такое произойдет. Может, забрали бы тогда свои вещи. Мне предлагают квартиру в Горисском муниципалитете, в 15 километрах отсюда. Но я хочу остаться здесь. Я провела здесь лучшие годы». Шурнохские дети растут в тени оружия и военных. Они играют возле сельского здания советского периода, которое было разрушено в 90-е годы во время войны между Азербайджаном и Арменией. Однако на одной из стен хорошо видна надпись «Мир». «Мир». «Мир».